Владислав Шапша отметил, что в настоящее время внесены изменения в законодательство об обслуживании газового оборудования. За каждый дом теперь будет отвечать только одна обслуживающая организация. Это сделано для того, чтобы усилить контроль со состоянием газового оборудования, повысить качество, надежность обслуживания, создать безопасные условия для эксплуатации сетей, для эксплуатации приборов. Изменение законодательства предполагает заключение договоров на техническое обслуживание оборудования. По словам исполняющего обязанности начальника Государственной жилищной инспекции Калужской области Кирилла Дзюбенко, ранее на территории региона деятельность по обслуживанию газового оборудования осуществляли 70 организаций. Со внесением изменений в законодательство организаций, имеющих право оказывать данные услуги, на территории Калужской области стало 5. Газпром газораспределения Калуга, Газпром газораспределения Обдинск, Акционерное общество работников Народное предприятие Жуков Межрайгаз, Малый Ярославец Межрайгаз, Стройбизнес. Управляющие организации обязаны перезаключить договоры на обслуживание внутридомового газового оборудования исключительно с вышеуказанными организациями. По состоянию на 5 февраля 2024 года на техническое обслуживание и ремонт ВДГО в многоквартирных домах области по новой форме перезаключено 55% договоров, в индивидуальных жилых домах 15% договоров. Владислав Шапша поручил с помощью администрации муниципальных образований организовать работу по информированию жителей. Это должно быть организовано с помощью администрации этих населенных пунктов, городов, районов. На ресурсах очень доступных и понятных должны графики вывешиваться, телефоны вывешиваться и давать людям возможность все это контролировать и видеть действительно как это происходит. Продумайте пожалуйста эту работу, иначе это все превратится в профанацию. По 5 рублей собрали со всех, договоры заключили вроде как считаются заключенными, а результат нулевой. Нам результат нужен, безопасность нужна.